Небо над Чебоксарами в эти выходные раскрасили парашюты. Лучшие спортсмены из 19 стран и сегодня продолжают бороться за награды мирового европейского первенства. Спортсмены соревнуются в точности и в воздушной акробатике. В Чувашу съехались настоящие профессионалы. За плечами у каждого по несколько тысяч прыжков. С элитой парашютного спорта познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Когда мужчины укладывают парашюты в чехлы, небо над Чувашской столицей штурмует женская половина команды. Поблажек им не делает никто. С километровой высоты они устремляются вниз, чтобы попасть точно в цель. Площадка для посадки парашютистов снабжена специальными датчиками. В центре черный круг с небольшой желтой точкой. Если спортсмен попадает точно в цель, то все результаты высвечиваются сразу на табло. Выигрывайте. Румынской спортсменке удалось приземлиться прямо на желтую точку. На табло одни нули в активе очередная победа. Вообще Симона Стан за всю свою карьеру совершила более трех тысяч прыжков. Получается, что в небе в свободном полете парашютистка провела около пяти суток. Но даже с таким опытом рассчитать свою посадку в цель очень сложно. От человека здесь зависит не все. Каждый прыжок зависит от погодных условий, потому что надо выбирать и рассчитывать траекторию. Главная проблема – это погода и ветер. С высоты птичьего полета площадка для посадки все равно, что пятикопеечная монета. Парашютистки из страны красных драконов приземлялись на нее точнее всех. Китаянки стали фаворитками этого чемпионата. В составе национальной команды настоящие профессионалы. Перед тем, как подняться в Чебоксарское небо, они больше года оттачивали точность прыжка. В Чувашию приехали самые лучшие. Я участвовала в национальных соревнованиях и была победительницей. Я уже во второй раз участвую в соревнованиях в России. Очень люблю вашу страну и мне нравится местная культура. Побывать в России давно мечтали и французские парашютисты. Честь этой страны в Чебоксарах отстаивали в основном новички. Соревнования для меня – это встреча новых людей и большая возможность показать хорошие результаты. Несмотря на стресс, я выступаю хорошо и довольна результатами. За европейские медали и всемирный кубок в Чебоксарах борются 150 парашютистов. Небо покоряют профессионалы и юниоры. На спортсменов возлагают надежды. Мировые парашютные державы уже давно негласно соревнуются между собой. Российская команда в Чувашии сделала серьезную заявку на победу. Ну просто о результатах до конца соревнований у нас не принято. Говорить и думать даже особо не принято. Ну как бы надо думать о работе и о том, что будет дальше. И анализировать я сейчас просто не в состоянии этот прыжок. Все нормально. Прыжок был хороший. Одержать победу и прыгнуть точнее всех для россиян принцип. Соревнования такого уровня в нашей стране проводятся впервые. Но похоже, что у России есть шанс принять в ближайшие годы очередной мировой чемпионат. Возможно, что парашютисты вновь вернутся в Чебоксары. Медрик Ковалев и Евгений Анисимов. Республика.